Музыка Слишком страшно. Друзья у меня в Солидарии выезжали. Кто что успел одеться. Обстрел страшный был. Обстрел города страшный был. Музыка Я не поняла сначала. Потом телевизор включила. Смотрю, Украина говорит, что Россия объявила войну. И у меня на следующий день родственники перепуганные приехали ко мне домой. Что мама, что сестра, что тетя приехали. И когда начали ближе, то есть попасное слышно. Вот тогда было очень громко и слышно. Потом еще ближе у нас к моему селу было Солидар. В Солидарии очень. Слишком страшно. Друзья у меня в Солидарии выезжали. Кто что успел одеться. Настолько было громко. Настолько обстрелы были тяжелые. Ну, сейчас большие разрушения. Вот у меня у родственников, ну, у сестры двоюродной, мужа, брата убило. Этого брата сын здесь, в Днепре, в тяжелом состоянии. Позавчера попадание на забахнутке. Было их 11 человек во дворе. Они прятались в подвале. Вышел брат этого мужа, ее, на улицу с сыном. Что-то они выскочили в туалет или еще куда-то. И прилет был туда. И их, получается, отца убили, а сын в тяжелом состоянии. Сестра собирается ехать сюда. Твою родную. Страшно. Сейчас связь очень плохая с ними. Связаться тяжело. Вот сейчас звонила я, наверное, утром. Сейчас звонков в 10, чтобы только прорваться до них. А уже, когда я уезжала, перед выездом с Пахмута, с волонтера, когда вывозили, у нас был Ильюс на самолете. И вот туда прилет был. Это было очень громко. Упала на землю голову. С перепугу. Автобусом эвакуировали меня с собакой. Ну, я приехала, я сначала сняла домик. Я с Алабаем была. Сейчас я пока собаку отдала. Потому что там, где я сейчас живу, там с собакой меня не принимали. Большая собака просто. Отдала пока у людей. Я сейчас хочу домой. Пролетели ракеты. И тут стало понятно, что это началась война. Обстрелы города. Терпели, терпели. Детвора нашла, чем выезжать. Обстрел страшный был. Обстрел города страшный был. Разбиты окна, шторы висят, то валяются. Ну, то, что люди годами создавали, все валялось, где как попало. Где как попало. И туда действительно дошло, что это уже не игрушка. Это не 14-й год. А это более страшное. Так оно и получилось. Обстрелы каждый день. У дочки потом перешел жить. У нее под домом через час рвались снаряды. Думаешь, как оно было, когда дома так ходором ходит. Это уже бегали по городу, где купить что. Где хлеб, где что. Понимаешь? Это спасибо, что Лисичанский хлебокомбинат, несмотря на обстрелы, возил хлеб. И люди покупали. Свои буржуи поховались. Не видно было. А это провозили по-людски хлеб. На рынок бегали, ходили. Что где оставалось, то все покупали. Так что весело было. День прошел. Целые остались хорошо. Понимаешь? Не попал под обстрелы. Знаешь, голова целая. Хлеб. Бегали там, где продают, покупали. Все бегал. Потому что стоять и задерживаться нельзя было. Можно было нарваться на какую-нибудь неприятность. Пролететь и все. А потом кто кому нужен. Связи нету никакой. Связь исчезла. Вот это проехали сюда. И в марте месяца еще день-два была. А потом она исчезла. Пропала связь. Ну, отопление, газ, вода. Это сразу. 25-го числа все исчезло. Ни воды, ничего. Понимаешь? И когда обратная дорога будет, кто ее знает. Обязательно. Это мой край. Это моя родина. Начали что-то кидать. Ну, как потом узнали мы, это оказались фосфорные бомбы. Когда они падали и взрывались, ну, они не взрывались, они бесшумно падали. Освещалось полностью все небо. Хотя на улице уже темно было. Восьмой час вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok